здравствуйте дорогие друзья и так снова с вами я разжевалова наталья мы с вами продолжаем мастер класс по вышивке весенних цветов и так напомню что в первой части мы с вами затонировали фон акварельными красками почему акварельными потому что после акварельных красок ткань не становится такой жесткой как после акриловых для ткани поэтому тонировать фон я рекомендую именно акварельными красками но вот у меня уже окончательно высохла эта ткань пришлось мне еще раз обвести вот этот рисунок я вам хочу еще сказать что вот эту вот открыточку я разместила у себя в альбомах и в контакте и в одноклассниках и на форуме рукодельниц поэтому такую картиночку вы можете себе скопить на компьютер и затем распечатать и вот распечатать лучше наверное все таки формате а4 тогда получаются цветы реального размера и так покажу вам что нужно нам приготовить сегодня уже я приготовила ленты зажигалки на всякий случай несколько штук ножницы иголки различной толщины так ленточки какие я приготовила и шириной 25 миллиметров разных оттенков и шириной 12 миллиметров для стебельков и какие-то узкие листики можно ей делать причем оттенки вот тут есть и потемнее и посветлее вот этот вот цвет какой-то именно весенние листвы потому что я буду всегда вот ссылаться на этот образец тут листики вот такого довольно свеженького зелененького цвета возможно нужно нам будет еще вот какие-то небольшие участки вышить коричневатым таким цветом но по ходу мы тогда скорректируем еще наши ленточки потому что вот основание чашечки у нарциссов она какой-то коричневатый имеет оттенок дальше для тюльпанов вот можно взять либо прямо алый цвет либо вот у меня есть немножко бордовые я наверно больше склоняюсь к этому цвету бордовому тюльпаны немножко можно будет затонировать тут они вот с какими-то интересными отливами это тоже мы все попробуем сделать и белые ленты 25 миллиметров для лепестков нарциссов дальше мы с вами рассмотрим несколько случаев как делать вот эту вот среднюю часть у нарциссы пока вот я приготовил ленточку 25 миллиметров и ленточку 6 миллиметров для того чтобы сделать такой пушистый ободок но еще приготовлю и ленту шириной 5 сантиметров потому что мы с вами рассмотрим разные случаи как можно сделать вот эту серединку тем более что у нас как раз нарциссы вот здесь расположены так что можно рассмотреть разные случаи вот этот почти прямо можно расположить вот эту среднюю часть этот почти боком этот полностью боком то есть нам пригодится лента желтая разной ширины сегодня мы начнем самого так скажем легкого этапа мы возьмем с вами сделаем вот эти два тюльпана потом у нас будет листва потому что часть листвы у нас находится под цветами и уже на самое сладенькое напоследок мы оставим нарциссы листву в данном случае я уже говорил придется нам вышивать до нарциссов хотя бы часть вот то что у нас находится под цветами вот здесь в интернете есть довольно много мастер-классов и по тюльпанам и по нарциссам и там есть разные способы и вы можете найти вот эти мастер-классы то есть я вам буду показывать вышивать каким-то одним способом скажу в каких случаях какие еще способы существуют вы можете посмотреть несколько мастер-классов и выбрать тот способ который вам понравится больше потому что способов но 34 вот я точно посмотрела какие-то подходят в одних случаях какие-то подходят других случаях в данном случае вот тюльпаны можно вышивать разными способами и так мы сейчас вот это тоже обсудим у меня была очень интересная картина с тюльпанами когда я вышивала на заказ желтые тюльпаны хотя как меня все спрашивали почему они желтые на самом деле принт был с красными тюльпанами но вот клиент захотел чтобы все тюльпаны были желтые и тут у меня были случаи абсолютно разные расположение тюльпанов то есть были закрыты и немного открывающиеся и те которые прям смотрят на нас и полностью открыты у нас на картинке в общем то более простой случай то есть здесь мы будем полностью все вышивать есть еще прием когда используются отдельные лепестки в каких-то случаях есть прием когда делают открытый такой полностью цветок где видно внутреннюю часть это пестики и тычинки но в данном случае у нас будет два тюльпанчика они будут отличаться немного то есть один будет полностью закрытый 2 немножко открывающийся и так начнем мы с вами стюльпанов я беру ленточку вот такую все-таки бордового цвета вы можете взять красную но я обычно беру где-то сантиметров 50-60 отрезаю вот довольно острый угол здесь у меня вот уже было отрезано но мне такой конец не очень нравится беру иголочку с большим ушком и начнем мы вот с верхнего тюльпана в данном случае стебелек у тюльпана не имеет никакой чашечки то есть стебелек мы потом просто аккуратненько рядышком вот с этим цветочком прислоним так скажем и закончим ленточку рядом с окончанием вот этого цветочка начнем мы с верхнего цветка чуть-чуть давайте поднимемся вот случае как вышивают тюльпаны опять-таки их несколько есть способ такой когда выводят у основания петлю и делают как вышивки нитками петлю с прикрепом то есть петлю закрепляют и вот здесь вот получается такая перемычка можно потом еще закрывать это лепесточком в данном случае я буду использовать другой способ каким я вышивала тюльпаны вот на этой картине в том числе я сделаю плоский узел хотя вот я его делаю не так часто на изнанке я его не использую вот в данном случае наверное я вот так вот поверну если картину и у нас тюльпанчики будут расположены боком но вам наверное будет так лучше видно и вот этот узел я использую для того чтобы создать объем самую середину тюльпана дальше я хочу сделать следующим образом я хочу чтобы у меня был была средняя часть выполнена прямым стежком а вот те лепесточки боковые которые подходят по бокам чтобы они были выполнены ленточным стежком с острым краем поэтому мне удобно сделать сначала один стежок сверху вниз и вот этот вот наш узелок он придает дополнительный объем следующий стежок я делаю прямо в соседней точке с местом куда у нас зашла лента мы все-таки стремимся к тому чтобы на изнанке у нас был как можно меньше переходов и чтобы они были меньше в каких-то случаях я ленту отрезаю в данном случае нам удобно вот сделать таким образом то есть мы вот эту ленточку смотрим во первых как она вышла делаем вот такое округлый выход и укладываем ее таким образом чтобы здесь был остренький кончик то есть такой лепесточек который прикрывает наш тюльпанчик вот правого бока с острым кончиком то есть этот тюльпан он еще совсем не распустился у него вот такой острый кончик дальше что мы можем сделать вот мы закончили здесь по идее нам нужно сейчас сделать слева такой же лепесток можно отрезать ленточку и отсюда сделать новый но я могу еще сделать так могу рядом проколоть с выходом вот этой ленты и сделать еще один прямой стежок вниз то есть еще увеличить вот эту вот серединку и почти в ту же точку где у меня был первый такой лепесток я эту ленточку ввожу то есть как бы я и ленту использую со смыслом и делают цветок более объемным а вот этот листик можно поправить чтобы он лежал сверху и опять-таки слева мы сделаем такой же как вот справа у нас был ленточный стежок то есть кончики вот этого тюльпана который еще не распустился они у нас будут остренькие а серединка будет все-таки довольно объемные постараюсь сделать вот этот лепесток симметрично это же вот примерно так же чтобы он охватывал нашу серединку тоже делаю ленточный стежок с проколом в ленту и подтягиваю то за один кончик то за другой ленту на изнаночке так чтобы вот этот вот конец получился остреньким и аккуратненьким то есть я вот тяну то за один край то за другой и вот тюльпанчик наш готов то есть тюльпан на самом деле это один из самых легких цветов который вышивается ну какой бы способ мы не взяли вышивается довольно легко и на изнанке в данном случае у нас почти нет переходов это вот то что у нас было от центрального узелка а здесь у нас две маленькие петелки и здесь вот крошечный стежочек и здесь я отрезаю ленту и подпаливаю на изнанке второй цветочек будет у нас чуть-чуть отличаться то есть он уже немножко распускается поэтому вот эти два лепесточка мы будем делать немножко уже по-другому вот у меня ленты осталось мало я наверное лучше сделаю так возьму новый кусочек ленты а вот такие вот небольшие кусочки я складываю в отдельный мешочек который потом можно использовать когда нужно будет небольшой отрезок ленты где-то бывают упавшие лепестки например нужно сделать где-то нужно вышиваемый какой-то цветок и буквально не хватает там нескольких миллиметров ленты несколько сантиметров ленты и тогда вот я использую такие остаточки в данном случае вот я все-таки возьму сразу ленту побольше чтобы у меня не было лишних каких-то вот новых отрезков ленты дальше мы опять сделаем так же как в первом случае закрепим сначала ленты и тоже для объема здесь можно сделать плоский узел но на лицевой стороне то есть начал у нас будет практически такой же да и в общем то весь цветок будет почти такой же будут отличаться только вот эти два боковых лепестка и так делаю я также вот центральную часть ее можно делать прямым стежком потому что здесь у нас вот эта серединочка у цветка она не всегда имеет острый такой конец то есть вот так укладываем ленточку тоже опять-таки подтягиваем с изнанки чтобы она легла с объемом и вот этот узелочек он оказался под ней но поскольку у нас будут еще лепестки то неважно что если вот этот узелок он где-то немножко у нас выходит и будем делать то же самое здесь вот мне как-то удобнее сделать левый лепесток и тут я вам покажу немножко другой способ как показать что лепесток уже открывается здесь можно сделать прокол тоже в ленту но вот таким вот загибом то есть мы делаем прокол не в середину а почти вот в левый край ленты чуть чуть пониже и когда я буду затягивать вот эту ленточку то я специально буду делать вот такой изгиб как будто бы этот лепесток он уже начинает отходить и распускаться то есть те лепестки они у нас тюльпанчик как бы вот так охватывали данном случае вот этот лепесточек он уже начинает распускаться вот на это открыточки тоже он отходит уже в сторону немножко по-другому там он не имеет такого изгиба но тем не менее можно вот сделать вот так то есть лепесток он начинает распускаться обратно опять таки можно вернуться тем же способом как мы делали здесь причем вот тут мне хочется именно слева так то здесь я хочу вот у меня образовалась какая-то здесь небольшая какой-то промежуток закрыть этот промежуток у основания тюльпанчика подтягивая опять очень удобно вот подтягивать с изнанки вот этот лепесток я опять таки сделаю чтобы он был чуть выше то есть он у нас должен быть выше чем центральный лепесток поэтому его я подтяну посильнее так и справа я сделаю тоже такого же плана лепесточек но стремлюсь тоже чтобы не было перетяжек можно было вот тут вот отрезать на изнаночке подпаять кончик и потом начать опять снизу то есть вы можете сделать так и так обязательно у основания ленточку расправляем так чтобы не было там каких-то загибов перегибов и здесь сделаем тоже вот такой лепесток то есть мы прокалываем ленту делаем ленточный стежок не в середину а в данном случае вот с правого края и у нас таким образом лепесточек будет иметь вот такой загиб вправо тут нужно очень аккуратно вот подтянуть так чтобы вам нравилось то есть у нас с одной стороны вот должна быть такая чуть-чуть изогнутая часть а здесь можно вот хвостик тут вот совсем утянуть верхней так и поправляем уже то что у нас получилось чтобы у нас вот тут у основания было аккуратно немножко здесь я еще выгну точку где проходила лента то есть вот у нас получился 2 тюльпанчик уже немножко распускающийся вот такие два тюльпана совсем не сложно их делать и они у нас практически готовы на изнанке у нас получилось ну вот примерно то же самое что в первом случае единственное у нас отличаются вот эти боковые лепесточки если фон нужно было тонировать акварельными красками то вот в данном случае тюльпаны лучше тонировать красками акриловыми для ткани потому что эти краски вот у меня декола краски есть коробочка где 12 цветов и какие-то цвета я докупала отдельно которые быстро кончаются белый например потом какие-то оттенки интересные которые нужны бордовые так далее итак мы сейчас немножечко подтонируем вот эти наши тюльпанчики чтобы они смотрелись интереснее то есть акриловые краски они более насыщенные и вот для темных особенно таких цветов подойдут они лучше что мы видим вот опять таки на этом образце что есть небольшие белые какие-то прожилочки есть какие-то вот прям фиолетовые даже полосочки по краям и вот это мы сейчас постараемся немножечко передать я возьму вот во первых белую краску во вторых есть у меня вот такой какой-то сиреневатый цвет в данном случае нам нужны полосочки вот такие довольно ярко выражены поэтому в данном случае даже можно не мочить ленту заранее а просто кисточкой по сухому наносить вот эти цветы я вот сейчас сначала попробую я вот иногда из крышечки беру когда не нужно мне много краски я ее не развожу в палитре где у нас вот такие полосочки вот положу сюда то есть по краешку вот этого лепестака такой фиолетовый какой-то цвет дальше можно по краешку вот этого лепестка небольшой пустить вот такой тоже фиолетовый цвет немножко где-то снизу в данном случае нам не нужно растекание поэтому мы не смачиваем ленту заранее потому что по влажной ленте краска она именно растекается такими плавными линиями вот поэтому краешку проведу тоже полосочку такую фиолетовую сейчас может быть кажется что цвет какой-то немножко неподходящий но когда у нас будет еще белый цвет то будет уже смотреться по-другому я беру довольно густую краску вот прямо из этой крышечки вот из крышечки здесь обычно остается немножко краски мочу немножко кисточку и провожу вот такие линии можно чуть-чуть вот у основания тоже цветка здесь у нас нет опасности что она ткань уйдет потому что у нас все вот эти вот линии они здесь находятся сверху поэтому у нас нет такой острой необходимости там быстро сушить и так далее вот провела небольшие такие фиолетовые полосочки вот где-то вот они впитываются и не так уже заметен вот этот именно фиолетовый цвет но во всяком случае виден какой-то вот этот необычный оттенок дальше вот тут вот где-то вот на нижнем лепестке немножко можно выделить тоже этот цвет так теперь чуть-чуть вот это вот нужно подсушить я это сделаю без вас то есть сейчас вот я подсушу и дальше сделаем еще белым цветом опять таки вот у меня здесь в крышечке есть белая краска тоже акриловая если мы возьмем акварельную краску и будем красить вот по бортовой ленте то она фактически вся впитается и цвета не даст поэтому вот именно в этом случае нам больше подходят акриловые краски они потому что дают более насыщенный цвет вот белый цвет у нас есть и где-то вот в серединочке немножечко и по лепесткам вот здесь посмотрите тоже проходит какие-то как прожилочки небольшие вот по центру лепестка например может идти тоже белый прожилочка и по левому здесь вот лепесточку и еще тоже вот у основания здесь вот есть тоже белый цвет даже вот акриловая краска она тоже немножко впитывается и вот тут посмотрите на лепесточках даже какие-то вот небольшие полосочки вот такие есть центральная какая-то линия и от нее вот тут вот еще сбоку небольшие прожилочки и вот можно на том листике тоже можно вот тут вот немножко тоже он когда подсохнет сейчас вот я до конца когда его до сушу уже будет совсем другой результат то есть будет цветочек смотреться интереснее и вот левый цветочек тоже видите немножко какие то есть по краешку где-то белые полосочки где-то вот наоборот в середине по лепестку идет белый цвет тут вот у нас фиолетовая а в серединочке можно тоже сделать белые полосочки небольшие и вот еще у концовка вот этих вот лепесточков ну вот он впитывается он уже не такой становится насыщенный цвет но тем не менее видно все равно что не однотонный вот этот цветок то есть что-то там с ним все-таки делали ну вот тонировка это всегда такой процесс довольно сложный во-первых боишься переборщить во вторых боишься когда вот сейчас не тот случай но на розах или на пионах боишься если сильно ты покрасишь что может убежать краска на основу вот в данном случае вот этой опасности у нас нет но тем не менее вот небольшой оттенок мы придали так вот такие получились у нас тюльпанчики